От имени Генеральной Ассамблеи я имею честь приветствовать в ООН его превосходительство господина Дэвида Артура Грейнджера, президента Республики Гаяны, и приглашаю его обратиться к Генеральной Ассамблее. Господин председатель, господин генеральный секретарь, уважаемые главы государств и правительств, ваше превосходительство, дамы и господа. Господин председатель, наша страна считает высокой честью принимать участие в работе этой исторической сессии Генеральной Ассамблеи. Поздравляем вас с избранием и хотим заверить вас в том, что делегация Гаяна будет с вами сотрудничать сейчас, когда вы возглавили Ассамблею. И мы также хотели бы поблагодарить вашего предшественника, господина Сэма Кутесу, за его руководящую роль в работе по проекту повестки по развитию. Этот процесс увенчался принятием повестки по устойчивому развитию. Те цели, которые содержатся в этой повестке, отражают общий консенсус между международным сообществом по элементам, которые являются неотъемлемой частью развития человечества. Господин председатель, организация Объединенных Наций была учреждена 70 лет назад, практически 5 месяцев спустя официального конца Второй мировой войны превратился в повивальную бабку нового международного порядка. Новый порядок мирового мира символично и мощно отражен в форме бронзовой статуи, которая находится здесь, в парке, вокруг штаб-квартиры ООН. Это воплощение видения в Святой Библии, в книге Исаии, где сказано, «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Эти пророческие слова превратились в философскую основу Организации Объединенных Наций. Он превратился в организационный фундамент глобального порядка, который охарактеризовался появлением новых независимых государств в результате процесса деколонизации под конец Второй мировой войны. 126 государств получило независимость после того, как создали ООН. ООН начала свое существование в 1945 году. Тогда было 51 государство в составе членов ООН. Сейчас это возросло в 4 раза, до 193 государств. Большинство таких государств это мини, микро и малые государства, нет демократичной и воинственной империи, которые держали их под своим игом, распались после двух мировых войн. Вопрос, который задают малые государства, адресуя его к ООН в этот 70-й год ее существования, заключается в следующем. Как оградить народы от иностранной агрессии? Как обеспечить защиту наших территорий от вторжения? Как обеспечить сохранение мира между странами? И как обеспечить независимость стран, которые обрели свою независимость? Устав ООН предоставляет этой организации ответственность. И цитирую, «мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права обеспечивать урегулирование международных споров». Господин председатель, эта ответственность имеет принципиальное значение для существования и выживания малых государств, которые находятся под угрозой могущественных стран. Малые страны сталкиваются с риском подчинения, если только международное сообщество не продемонстрирует готовность и приверженность тому, чтобы играть роль сдерживающего фактора в отношении посягательства более крупных и могущественных государств. Генассамблея 9 мая 1994 года на 49-й сессии приняла резолюцию, где, среди прочего, сказано, что признает, что малые государства могут особенно подвергаться угрозам и действиям, связанным с вмешательством в их внутренние дела. Это подчеркивает исключительно важное значение того, чтобы все государства, безусловно, соблюдали принципы Устава ООН, включая принцип суверенного равенства, территориальной целостности, не вмешательства международного во внутренние дела других стран и мирного урегулирования споров на последовательной основе. Также подчеркивает большое значение усиление региональных соглашений по безопасности на основе усиления взаимодействия, сотрудничества и консультаций. Призывает соответствующие региональные международные организации оказывать помощь в тех случаях, когда ее запрашивают малые государства в целях упрощения их безопасности в соответствии с принципами Устава. Просит генерального секретаря по-прежнему обращать особое внимание на ситуацию безопасности малых государств и учитывать это в контексте использования статьи 99-й Устава. Призывает Совет Безопасности и другие соответствующие органы ООН обращать особое внимание на вопросы защиты безопасности малых государств. Вот 21 год тому назад Ассамблея приняла такую резолюцию по малым государствам. Мы малое государство, мы новое государство, мы продукт мира после Второй мировой войны, который обещал всем мир. Гаяна, ребенок ООН, Гаяна в возрасте 8 месяцев тогда была и сейчас 26 мая 2016 года будет праздновать 50 лет своего существования. 50 лет наша малая страна подвергалась попыткам эксплуатации наших природных ресурсов. Венесуэла угрожала инвесторам, подрывала наше экономическое развитие. 50 лет территориальный целост нарушает Венесуэлу, она оккупировала часть нашей территории. Самый недавний инцидент имел место 10 октября 2013 года, когда Венесуэл направила военно-морской корветта в морскую зону и исторгла из этой зоны мирный исследовательский корабль, который проводил съемку. В течение 50 лет Венесуэла промальгировала декреты, которые содержат притязания на нашей территории. Особенно следует отметить декрет 26 мая 2015 года в связи с нашей морской зоной, где еще раз заявлено о претензиях на 5 из 10 регионов Гаяны. Гаяна отвергает угрозы и притязания Венесуэлы, которые нарушают международное право. Гаяна выступает против актов агрессии Венесуэлы, которые нарушают Устав ООН и предписывают важность мирного регулирования споров и запрещают применение вооруженной силы. Господин председатель, границы Гаяны с Венесуэлой были установлены 116 лет назад. Весь мир, за исключением Болевранской республики Венесуэла, признает и принимает эти границы. Гаяна на 23-й сессии Генеральной Ассамблеи в 1968 году подробно объяснила всему миру, как по арбитражному договору 1897 года были подписаны соглашения по этому вопросу между Соединенным Королевством и Венесуэлой. По этому договору предусматривается, что арбитражный трибунал устанавливает граничную линию между колонией британской Гаяна и Венесуэлой. Этот договор обязал стороны рассматривать результаты разбирательства трибунала в качестве окончательных, совершенных и итоговых результатов работы арбитров. Трибунал выпустил свое решение 3 октября 1899 года, выделил территорию Венесуэлы в размере 13 тысяч квадратных километров. Это территория больше, чем Ямайка или Ливан. Венесуэла обязана была по международному праву это все соблюдать, как и было в последующие шесть десятилетий. Однако Венесуэла, тогда, когда Гаяна получила независимость, стала использовать всевозможные стратегические трюки для того, чтобы лишить Гаян территории. Затем последовала серия актов агрессии. Президентами Венесуэлы, начиная со времени президента Рауля Леони Атеро, когда он выпустил декрет номер 1.152 от 15 июня 1968 года до времени президента Николаса Мадуро Мура, когда он выпустил декрет 26 мая 2015 года. Венесуэла более чем четыре раза сопротивлялась вооруженными силами, которые в 40 раз меньше, чем военные силы Венесуэла. Понимая свои силы и военную мощь Венесуэла, но забывая свои обязательства по Уставу ООН, по хартии организации американских государств, Венесуэла идет путем запугивания и агрессии. Венесуэла подрывает установленную границу. Она занимается дестабилизацией стабильного региона мира, используя вооруженные силы против миролюбимого малого государства. Венесуэла подрывает развитие Гаяны путем применения вгроз, чтобы заставить малое государство отказаться от своего прирожденного права. Экспансионистские амбиции Венесуэлы не должны позволить подрывать принцип нерушимости границ, которые лежат в основе международного права, и подрывать пограничную зону, которая в течение десятилетий находилась в условиях спокойствия. Господин представитель, Гаяна вновь заявляет о необходимости сохранения Карибского бассейна в качестве зоны мира. Гаяна вновь обращается с просьбой к уважаемой Генеральной Ассамблеи, чтобы неизменно придерживаться курса мира. Гаяна вновь подтверждает свою приверженность делу мирного урегулирования международных споров. Гаяна возлагает всю полноту доверия на международное право. Гаяна стремится добиться урегулирования этого спора в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Господин председатель, Женевское соглашение от 1966 года, которое было подписано между правительствами Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии, Венесуэлой и британской Гаяной по состоянию на тот день, 17 февраля 1966 года, позволяет Генеральному секретарю ООН принимать меры для того, чтобы урегулировать спор, связанный с претензией Венесуэлы по поводу того, что решение арбитражного суда от 1899 года является ничтожным и недействительным. Господин председатель Гаянов всячески доверяет и суждению, и потенциалу ООН через канцелярию Генерального секретаря для того, чтобы выявить такие решения, которые позволят обеспечить подтверждение справедливого, совершенного и окончательного характера этого арбитражного решения. Мы рассчитываем на то, что Генеральный секретарь ООН назначит своих представителей для того, чтобы они, оказав добрые услуги, смогли бы уладить этот спор, который длится в последние 25 лет. Мы считаем, что другие средства уже исчерпаны. Гаяна не считает, что эти гнусные территориальные претензии должны подрывать перспективы мира и подрывать наш экономический рост в предстоящие 50 лет. Нам необходимо постоянное решение для того, чтобы избавиться от участи постоянной опасности. Лишение Гаяна требует судебного урегулирования этого спора. Гаян возлагает свою веру на международную систему мира. Так, как и обещано в уставе ООН было почти 70 лет тому назад. Мы хотим положить конец агрессии Венесуэлы. Мы хотим добиваться развития всей нашей страны в соответствии с международным правом. Вследствие этого Гаяна присылает Организацию объединенных наций придать реальное значение резолюции А дробь рез дробь 49 дробь 31 от 9 мая 1994 года. И отметить то, что там записано в формировании коллективной системы безопасности. Не просто для того, чтобы наблюдать за безопасностью малых государств. Для того, чтобы ее поддерживать. Как я уже говорил раньше, это резолюция манифест безопасности малых государств. ООН для нас это самая лучшая надежда. ООН для нас самая лучшая перспектива мира. ООН для нас это наилучшая гарантия безопасности для нас малых государств. Организация объединенных наций это наша сила. Это наша опора. Это наша спасительная нить во времена опасности. Гаяна заверяет о своей приверженности уставу ООН. Господин председатель Гаяне ничего другого не нужно, кроме солидарности международного сообщества, кроме гарантий по уставу ООН и безопасности международного права. Благодарю вас, господин председатель. Уважаемые дамы и господа, ваше превосходительство. Благодарю вас за внимание. От имени Генеральной Ассамблеи хотел бы поблагодарить президента Республики Гаяна за только что произведенное выступление. Я прошу представителей оставаться на местах сейчас, когда мы будем приветствовать президента.